Ну, у вас же еще такая страница есть. Гранд-Опера, Лебединое озеро, Нуреев пригласил. Это его версия Лебединова. Он пригласил меня станцевать с Изабель Герен, это французская балерина, прима-балерина Гранд-Опера. А Люда Семеняка приезжала и танцевала с Лораном Элером. То есть вот так он сделал. Он уже не был руководителем, но его спектакль шел, и он имел как бы право пригласить таких артистов. Андрис Лиеп – один из немногих советских еще танцовщиков, кому удалось не только поработать вместе с легендарным Рудольфом Нуреевым, но и побывать у него в гостях, и даже тайком привезти в СССР запрещенные тогда уникальные кадры, снятые в роскошных, полных предметах искусства апартаментах Нуреева. С Рудольфом Нуреевым познакомились, когда были на гастролях в Париже в 1987 году. Он тогда был руководителем Гранд-Опера. А мы приехали танцевать с Большим театром. Григорович привез «Золотой век», «Раймонду», «Жизель». Мы выступали в Пале-де-Конгре. У нас на классах занимался такой однокурсник Рудольфа, Чинко Рафик. Рудольф ставил спектакль «Золушка» в Гранд-Опера. Как раз намечалась премьера. И он пригласил нас на генеральную репетицию. Но я пошел к руководству. Руководство сказало, что если вы только подойдете к Гранд-Опера, вас как бы тут же посадят на самолет, и вы никуда больше не выйдете. А через два дня Чинко сказал, что Рудольф приглашает вас после репетиции, приглашает на ужин. Его Рудольфа, секретарь Дуз, подъехала к нашей гостинице, встала в двух кварталах. Мы пришли с Людмилой после репетиции или после спектакля. Сказали, что мы пойдем погуляем просто вокруг гостиницы. Значит, в двух кварталах стояла машина, в которой было открыто окно. Когда мы проходили, мы услышали пароль «Синдерелла», что значит «Золушка». А машина отъехала и встала как бы за углом. Мы вот так вот шли-шли-шли, посмотрели, нет ли кого-то, и прыгнули в машину, еще два-три квартала. И целая спецоперация. Ну, мы приехали. Рудольф пришел после репетиции. Потрясающая квартира прямо напротив Лувра. Но у него фантастическая квартира была, с какими-то потрясающими картинами. Оформлял все это Энцо Фриджерио, его художник, который сделал с ним «Лебедины», «Раймондо», «Боедерку», «Ромео Джульетта», итальянский художник. Он потом еще сделал надгробие, вот это знаменитое, в виде ковра. Это тоже Энцо Фриджерио. Мы в каком-то были шоке, как это все красиво. Там, не знаю, 20 комнат, он все нам показал. Типа потрясающие картины. Паникадил и сел, и мы ужинали при свечах. И я тогда у Рудика спросил разрешение, можно ли все это поснимать. Я тогда из Америки привез видеокамеру и как бы запечатлял все моменты. Он сказал, сколько будет стоить показ в России. Я сказал, что не только показ. Если даже кто-то узнает, нас больше никуда не выпустят. Мы поговорили, он показал свои костюмы, показал какие-то материалы. Я первый раз увидел спектакль «Послеполуденный отдых» Фавна. Он только что его отснял. «Ведение розы». Книжку, которую я принес ему отцовскую, он сказал, что у него уже есть. Кто-то ему принес, и он ее читал. А я приехал в гостиницу и понимаю, что у меня ВХС-овская кассета полностью записана с Нуреевым. Если через два дня мы уже улетали в Москву, я понимал, что у меня все равно эту кассету конфискуют. Если ее увидят, что там Нуреев и мы как бы вместе с ним, у меня с собой был ли фотоаппарат, я взял пять пленок, вынул и всю кассету Е-180 перемотал на вот эти пленки. Сами придумали. А где это? Это же не написано, интернета не было. Я себя чувствовал Штирлицем. Вот. А дома я эту пленку маминым лаком для ногтей склеил. Иногда она вставала, я не пометил, где верх, где низ. Мне пришлось опять обрезать, потом опять ставить. Но в итоге у меня оказались какие-то уникальные кадры вот из квартиры Рудольфа Нуреева. И разговоры все записаны там. Поэтому, наверное, он нас с Людой и пригласил. Потому что мы уже были знакомы. Ему было всегда очень интересно, что творится в России. Буквально через полгода раздается звонок в нашей квартире московской. На Брюсовом переулке. Мама берет трубку. Да, здравствуйте. Кто это говорит? Нуреев. Да, да, да. Что? А Илза все это слушает. Она-то знала, она знала, что я встречался. А мама не знала, потому что я не хотела ее волновать. А он сказал, что, говорит, я завтра буду в Москве. А где Андрис? Говорит, он на репетиции. Говорит, я завтра буду в Москве. Послезавтра буду в Москве. Говорит, мне некуда деться, я хочу прийти, напоите меня чаем. Но так как мама подумала, что это какие-то розыгрыши, она сказала, привезете чай, напою. У него умирала мама. Мама плохо себя чувствовала. Лежала в больнице, по-моему, в Уфе. И он с министром Кутули в Франции на 24 часа получил разрешение на посещение Советского Союза. И он действительно слетал в Уфу. И потом до перелета обратно во Францию у него было, по-моему, 4 или 5 часов. И он в Москве, так как он из Ленинграда, приехали его друзья. И мы все посидели в нашей квартире в Брюсовом переулке. Наша квартира, как бы, где отец жил. И это бывшая квартира Екатерины Васильевны Гельцер. У меня осталась еще чашка Рудольфа. Подписал книгу свою, которая была у нас дома. И мы 2,5 часа просидели и проговорили. 3 часа даже просидели, проговорили. 3 часа даже просидели и проговорили.